Девятый А. Девятый Б. Пикчерс представляет. Клуббастер, сказан, будущее. Однажды учащиеся девятого А. Девятого Б. изобрели машину предыдущего. Если вы не верите, тогда вот слагает вам вернуться в далекое прошлое и посмотреть, как выглядела школа в разные эпохи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Россия, любимая наша страна, Отучая моя великая слава Дает настояние во всех временах. Отчая моя великая слава, Наши свободные Распит народов союз вековой. Веками, красная, О, гражданодная, славься, слава, приходи вся тобой. Запомните этот день, запомните этот час. Сегодня особый праздник. Сегодня последний звонок. Поразвенеть для всех нас. Этот праздник в одиннадцатых классах дело привычное. В девятых немного необычно. Но многие из нас прощаются со школой. Так давайте устроим этот праздник веселый. Давайте устроим праздник веселый. Почти его. Привет! Мы слышим свет и расскажем вам сейчас, как жили мы в этой школе. Она встречала нас здесь, как будто в солнечных лучах. Но это не повторится. Взгляни, ты помнишь меня? Ведь это были ты и я. Летали по коридорам. А мы с тобой за партой сидеть долго не могли. И болтали себя, не замечая. Как хорошо нам было. Когда средь уроков одно. Безумно и счастливо. Как в забытом кино. Последний звонок. Мы любим тебя, школа. Ни в знании и людей. Вам помашем рукой. Ни на одной планете. Нет ни одной такой. И мы гордимся этим. Вы увидите здесь все то, что сделать мы смогли. Наш концерт торжественно печалит. Так девять лет уже здесь. Проучиться мы смогли. И уже сейчас по вам скучаем. Так мы обыкновенно. Мы стали для нас, как семья. Первой на этой сцене. Только мы, вы и я. Возлетний звонок. Мы любим тебя, школа. Без знаний и людей. Мы вам помашем рукой. Ни на одной планете. Нет ни одной такой. И мы гордимся этим. Девять лет назад мы пришли в школу широко раскрытыми глазами, ожидая чуда. Мы были подобным белым страницам, о которых вы, наши учителя, писали свой текст и создавали человека. Наш праздник последнего звонка называется «Назад в будущее». И мы вам предлагаем вернуться в прошлое. Приведем немного статистики из жизни девятых классов. За эти годы у нас было 12 тысяч уроков, более 120 учебников, а в них более 25 тысяч страниц. В среднем от дома до школы и обратно за эти годы мы проделали путь, равный 3 тысячам километрам. Для нас прозвенело 25 тысяч звонков. За годы обучения выпускниками получено 600 пятенок, 6 тысяч двоек, 450 почетных граммок, а также разбито 10 стекол. А вот количество усилий, затраченных учителями, количество доброты и терпения учету не поддается. Да. Теперь пришло время показать все результаты нашего обучения в родной школе. Ведь совсем скоро состоятся первые главные экзамены в нашей жизни. ГИА. ГИА. ПЕСНЯ 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 Нарин, ты знаешь, не переживай с экзаменом, я знаю несколько простых советов. Перед экзаменом, когда совсем не спится, и не лежится, и не зубрится, толпом к пятерке прислонись, ее лизни и улыбнись. ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И время в это тоже летит незаметно. И так же быстро пролетают ваши 9 классов. И впереди многих из вас ждет пугающая неизвестность. Но не надо ничего бояться. Надо набраться немножечко терпения, знаний и идти к своей цели. Многие из вас станут скоро студентами и тоже переживут немало замечательных людей. Но школа всегда останется в ваших сердцах. Потому что из несмышленных первоклассников вы выросли в таких статус юношей и прекрасных девушек. И я желаю вам никогда не терять жажду, знаний и не бояться никаких трудностей. Всего вам хорошего. Счастливо вам стать специалистом. Слушай, может, ну и в это путешествие во времени, может, как-нибудь сами угаскодим. Может, ты экзамены издашь, а я на алке при бою завалиться. Если мы нарушим какую-нибудь временную константу, и дальнейшие события выйдут из-под контроля. Смотри, и ты константу временную из перепугу вспомнила. Лучше бы к экзамену по-русскому готовилась. А сочинение потребовалось писать. Верно, там такие темы загибают. Интересно. Какие нам темы попадутся? А это мы сейчас и узнаем. Представим Министерство образования и науки на одном из совещаний. Министерство образования и науки. Министерство образования и науки. Музыка Уважаемые коллеги! Повестка нашего сегодняшнего совещания — темы выпускных сочинений девятых классов по русскому и литературе. Как говорится, не дня без реформы образования. Оттуда поступил сигнал. Мы про Болгонского и Наташу Ростова устарели. Нынешних школьников это уже не интересует. А что же, прошлые поколения школьников об этом не спрашивали? Ну, знаете, Дмитрий Александрович, другие времена, другие нравы. К сегодняшнему заседанию я всех просила изучить журналы, газеты, телепередачи и подготовить предложения новых тем. Итак, приступим. Давайте начну я. Со многим внутренне не согласна. Но, как говорится, все для учеников. Давайте послушаем Алису Станиславовну. Итак, образ Родины в произведении Никиты Михалкова «Жмурки». Философские мотивы лирики «Квест Пистолс». Образ Тургеневской девушки на примере Пэрис Хилтон. Красота русской души в программе «Снимите это немедленно». Поле чудес, как величайший памятник древнерусской истории. Неплохо. Давайте вы, Ксения Анатольевна. Ну, я сегодня только прилетела из Бали и на отдых я так подумала, что можно сделать так. Мастер Маргарита в программе «Брачное чтиво». Сравнительная характеристика доктора Живага и доктора Хауса. Духовная эволюция Стаса Пьеха на фабрике звезд. Тема Родины в природе творчества Тимоти «Первые души» или сравнительный... А, «Мертвые души», извиняюсь, пожалуйста. Сравнительный образ целевой аудитории канала ТВ3. Изображение поместного дворянства в произведениях Тимура Козякова. Стихи, поэмы и думы какого-то там Шнурова, я не понимаю, что здесь написала. Печорин и Ургант как герои своего времени. Последний. Ну что, действительно. Ну и вы, Дмитрий Александрович, чем порадуете? Проблема гуманизма телеканала НТВ. Опломовщина, как движущая сила магазина на диване. Письмо Евгения Негина, что, где, когда. Проблема активного противостояния злу в программе «Контрольная закупка». Трагедия личности, семьи, народа на телеканале «Домашний». Проблема воспитания на телеканале «Карусель». Преступление и наказание в программе «Час суда». Чем о народных страданиях в программе «Пусть говорят». Ну вот и славненько, сдаем документы. И прошу подготовиться к завтрашнему совещанию. Будем переписывать учебник по математике. Включаем туда расчеты по ипотеке на 50 лет, кредитов за телефон и планшеты, а также скидки дисконцентров. Давайте снова вернемся в прошлое. Творческая деятельность героев сегодняшнего торжества началась в 2004 году с постижения основ чтения, счета и правописания. Дарин, а ты помнишь, как для нас прозвенел наш первый звонок, когда еще совсем маленькими мы пришли в первый класс получать знания? Конечно помню, у каждого в жизни единственный раз бывает свой первый, свой памятный класс. И первый учебник, и первый урок, и первый наставник, ваш первый учитель, то хоть показал по дороге открытия. Мы от всей души благодарим Ирину Рафаэловну и Розарию Парисовну, наших первых учителей. А сейчас нас пришли поздравить самые маленькие жители школьной планеты, наши первоклассники. Аплодисменты. Ребята, а вы сделаете уроки? Ой, нет, нет, надо и тебя будет делать уроки. Скоро за каникулы, и не надо никаких дел с уроки. Ура! Ой, стойте, стойте, совсем забыла. Нам поручили прощание с выпускным девятым классом. Как же мы будем это делать? Подумаешь, что за проблема? Зачем суетиться? Обычно последний двунок. Думаете, они не хотят из школы выходить? Да, они все девять лет ждали, как вы поскорились. А сейчас это так. Пацаны, всем пока. Выдите в наших краях, выходите. Да. Нет, там никуда не годится. Прощаться надо... Ой. Представьте, что вы их больше никогда не увидите. Они уйдут, и школы без них опустят. Ой, да на кого же вы нас покидаете? Как мы без вас жить теперь? Стоп, что за цирк? Прощаться надо от души. Так, чтобы они через восемь лет пришли к нам на последний звонок. Это ваш праздник. Последний звонок. Последний звонок на последний урок. Как быстро нас стало прощально отдата. Как быстро нас пришел расставание час. Мы лишь недавно пришли в эту школу, где вы учились в девять лет. Примите от нас, дорогие ребята, нашу первоклассную луне. Выпускной – это праздник для всех девять классов. Мы преодолели. Мы желаем, чтобы в конче был смех. Наши пожелания просты. Мы их вам от души. От души зачитаем. Покоряйте ступень высоты. Мы вам искренне это желаем. Пусть исполнится каждый ваш план, если добрым для мира, по сути. Мы желаем хорошего вам, а плохого навсегда позовути. Мы желаем, пускай исполняется все, что себе пожелать вы сумели. Ведь мы сами добро в нашей жизни ищем. Поздравляем, прошли все летели. И дарим наш танец. Поздравляем, прошли все летели. Поздравляем, прошли все летели. Поздравляем, прошли все летели. Ищем-поздравляем. Мы желаем, прошли все летели. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш школьный путь никогда не был усыпан розами, потому что для них там просто не оставалось места. Это место было занято исканиями Печорина и страданиями Татьяны, синтаксисом и пунктуацией, биквадратными уравнениями и треугольниками имени Пифагора. Таблицы Менделеева и тем счастливым яблоком, что упало на голову Ньютону, а также материками и океанами, битвами и сражениями, кроссами и забегами. Нашей основной задачей все эти годы было вкусить от древопознаний. Мы вкусили, и у некоторых появилось несварение желудка. Мы старались разрушить гранитные основания науки, и в результате совместными усилиями прогрызли в нем огромную дыру. Откуда на нас постоянно беяло пассатами и мусонами, от которых у нас теперь хронический насморк. И несмотря на все это, мы по-прежнему такие же бодрые и веселые, как и 9 лет назад. Эта жизнь была бы скучна и безрадостна, если бы нас не сопровождали наши учителя, которые проводили для нас самые интересные уроки на свете. Жизнь была бы также скучна без экскурсий, соревнований, конкурсов и концертов. И сейчас мы с вами заглянем на одну из репетиций к школьному концерту. Добрый день всем! Здравствуйте, дети! У нас вот такое дело на носу концерт, а мы даже не готовились. Поэтому давайте начнем сегодня репетиции. Назовем концерт наш «Один день из жизни школы». Все все поняли? Да. Так, тихо, я сейчас буду объяснять ролик. Вот вы будете играть учительницу. Вы. Вот вы будете играть опоздавшего ученика. А вот вы все будете играть просто детей в классе, которые сидят. А вот вы, девушка Ангелина, будете отвечать стихотворению, которое вам задаст Лера. Кажется, мы что-то забыли. Что же мы могли забыли? Точно, звонок. Вы будете звонком. А весь... В общем, вот вы, учительница, работе, вас довольны здесь, сажаетесь. Сажаете всех и спрашиваете домашнее задание у Жуковой. В это время... Вы вспоминаете то, что... Боже мой. То, что забыли кого-то из класса. Тут в это время случится шишка в дверь и говорит то, что она опоздала. Вы спрашиваете, что случилось. Она отвечает. Я переводила бабушку через дорогу, которая медленно ходит. Поэтому я опоздала. Все все поняли? Итак, давайте начнем репетицию. Дубль первый, кадр первый. Джейн, Джейн. Итак, здравствуйте. Здравствуйте, дети. Садитесь. Кого-то не хватает. Я опоздала. Шишко, что у тебя на этот раз? Я бабушку через дорогу перевозила. Она очень медленно ходит. Я опоздала. Шишко, а ты в курсе, что мне за твои опоздания не платят? Что ты смотришь, как Ленин на буржуазию? Садись, Шишко. Итак, я вам задавала на дом стихотворение «Однажды в студенную зимнюю пору». Отвечать будет Жукова. Однажды в студенную зимнюю пору. Я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору, лошадка, везущая хворост у вас. Джейн, Джейн. Опять ничего не успели. Ребята, вы понимаете, то, что вы играете как-то неартистично. Это что за день такой школы? Давайте как-нибудь веселее, так чтобы было больше эмоций. Давайте заново, чтобы больше я не делала таких замечаний. Дубль 2, кадр 2. Здравствуйте, дети! Садитесь, дети! А где Шишко, дети? Извините, я опоздала. Шишко, ну что у тебя на этот раз? А я бабушку через дорогу приводила. Она очень медленно ходит, я опоздал. Ну что ты на меня смотришь, так Ленин на буржуазию? Постоянно ты опаздываешь, а мне за это не платят. Садись, Шишко. Итак, на этом я вам задавала стихотворение «Однажды в студионную зимнюю пору». Отвечать будет Жукова. Однажды в студионную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору. Лошадка, везущая хворост в воз. Зинь, зинь! Опять ничего не успели. Ребят, я просто не понимаю, это что такое? Это обычный школьный день. Ты опоздала на урок. И неужели ты вообще не боишься, что тебя будут ругать? Давайте как-нибудь с грустью. Ну надо как-нибудь изобразить это. Заново. Здравствуйте, дети! Садитесь! Ну где опять Шишко? Что у тебя на этот раз? Шишко, я за твое опоздание не платила. Садитесь, Шишко. Я вам задавала стихотворение. Однажды в студионную зимнюю пору. Отмечай Жукова. Однажды в студионную зимнюю пору я лезвенно завышу. Был сильный мороз. Гляжу, поднимаемся медленно в горы. Лошадка, везущая хворост в воз. Опять ничего не успеет. Так, хорошо. Грусть у нас есть. А теперь где страх, я не могу понять. Вот ты опоздал, а тебя дома будут ругать. Ругает учительница, а ты ничего не боишься. Это какой-то необычный ребенок получается. Давайте попробуем со страхом и грустью. Начали. Кадр один, дубль четыре. Здравствуйте, дети. Садитесь. Я где, Шишко? Я опоздала. Что у тебя на этот раз, Шишко? Я бабушка через дорогу переводила. Она очень медленно ходит. Я не опоздала. Садитесь, Шишко. Я вам задавала на этом стихотворение. Отвечать будет... Шукова! Однажды. Ты, ты! Ну вот! Опять ничего не успели! Ну нет, ребята, это вообще не то. Мы в каком веке живем? В девятнадцатом или двадцать в первом? Вы какие-то несовременные. Всего как-то боитесь. Какие-то зашуганные. Давайте-то современные детки ведут себя на уроках. Так и будем. Начали заново. Кадр один, дубль пять. Ну что, здорово. Слышь, что-то там почем. Шишко где? Я вам вроде... Да, ну что я сдавала-то? Кто вот у меня там... Стихотворение вообще я вам сдавала. Рыженькая с косичками. Отвечай. Однажды в студеную зимнюю пору Я из лесу вышел, был сильный мороз. Бляжу, поднимается медленно в гору Лошадка, везущая хворосту в Оз. Ну что, опять ничего не успели? Нет, вообще с вами репетировать нельзя. Есть сонки тоже ставить. Это вам не уроки вести. Здесь, понимаете, талант нужен. Возьму-ка я в отпуск, полечу, обратно в Дубай и буду отдыхать. Все, давайте, удачи всем. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Фотки детские в фотоальбоме, а на сцене уже взрослые люди. Не волнуйтесь, наши мамы и папы, все равно для вас детьми и всегда будем. Этот день долгожданный для многих родителей, которые спали и видели, как их ребенок заканчивает школу. Быть родителями учеников это непросто. Надо постоянно помогать, давать советы, терпеть, еще раз терпеть. А как мы, ваши дети, со страхом и нетерпением ждали, когда вы вернетесь со школьных собраний? Нам всегда было очень интересно, как они проходят и что же вы там обсуждаете. И мы наконец-то это узнали. Здравствуйте, уважаемые родители! Я думаю, можно начать собрать. Подождите, пожалуйста, секундочку. Вы же знаете, да, вот это вот? Да, да. Да вернем мы ваши деньги за проезд, что вы опять начали? Женщина, вы что хотите, да? Я не договорил, дайте до конца доскажу. Вот мы месяц назад ездили в колонну, если вы помните, конечно, многоуважаемое. И мы там моего Рома забили, помните, да? Вот мне интересно. Вы про деньги говорили? Да все, вопрос закрыт тогда. Значит, у меня хорошие новости. Наша школа учит в программе обмену учащимися. Мы можем взять два ученика и отправить их в Лондон. Только надо решить, кто поедет. Что значит решить? Что значит кого? Решено. Поедет моя Владочка. У кого пять, то ты должен ехать в Лондон. Да с чего это, Ваша Влада? Вот объясните. У кого по-английскому полный ноль, то ты должен ехать. Поедет моя Юлечка. Все, решено. Ваша Юля, Лондон не поможет. Ваша Юля, дура. Допустим. Но в Лондоне-то об этом не знают. И к тому же, отправлю я ее в Лондон. Учит она английский, как миленькая. Я ее так же плавать учила. Забросила воду. Захочет жить, выплывет. Все. Тише, тише, тише. Я все придумал. Давайте не будем много ссориться и вот это вот разводить суетой. Делаем так. Вот мы берем две ваши путевки в Лондон и меняем их на пять путевок в Грузию. Зачем? Как это? Зачем? Вы что, не понимаете, что ли, а? Грузия – это тоже заграница. Там море черное есть. Хачебури вкусный. И автономка вообще по кайфу. Как заграница? Вот когда ладно? Стойте, стойте. Давайте не будем ссориться. Дайте мне журнал. Методом тыка просто сделаем. Вот смотрите. Я закрываю глаза. И пальцем раз – и все. Вот, пожалуйста, Фоминаю листы. Так, Фоминаю. Перестаньте, пожалуйста. Так, друзья, давайте посерьезнее. Мне кажется, все решено. Поет моя Влада. Да с чего это может Влада? Вот объясните. Да это знак. Помните, я вам рассказывала. Приходит Влад в третьем классе домой и поет. Лондон, гудбай. Лондон, прощай. Я здесь. Я здесь. Это знак. Правильно. Знаком надо доверять. Только вы не так трактуете. Не перебивайте. Я разбираюсь. В вашем случае знаковое слово гудбай. А в Лондон поедет моя Кристиночка. Так как воля нашей покойной бабу Лизы, все вы знали бабу Лизу, которая завещала развеять ее прах над Темзой, так сказать, в память о Елизавете Чарльцевне. Погодите, Каин. Я ее утром видела, она холодильник тащила. Мошенница. Да при чем тут мошенница? Она не умерла, так умрет. Вы же видели, как она еле-еле тащила этот холодильник, ну? Так, я тут посидела, подумала и решила. В Лондон поедет моя дочь. А вы, собственно говоря, кто? Я товарищи из органов. Вот это вообще смешно сейчас было сказано. Честно, живот заболел даже. А мы типа из микросхем тут роботы скидем, да? Сиди тихо там. Че? Все, давайте все. Так, я тут посидела, послушала вас всех. Дайте мне, пожалуйста, путевку. Ну, пожалуйста. Так, стойте. Не может быть и так просто. Здесь есть какой-то подвох. Не вторую. Спасибо. Так, счастливые обладатели путевок. Лондон, это, конечно, хорошо, но есть один нюанс. Надо заплатить за питание, перелеты, проживание всего лишь за каких-то шесть тысяч евро. За одну путевку. Ну, что, товарищи из органов, что у тебя там на шесть тысяч? Печень, почки. Давай. Ну, что, сдулись галадранцы? Вот. Двенадцать тысяч евро. В Лондон поедет моя Алисочка и мой муж. Хотя Алисочка знает английский хорошо, так что в Лондон поеду я и мой муж. Вот знаете, я просто вот поражаюсь этой вашей... Вот как же это слово-то называется? Вы там не про дальновидные случайности, а? Да, именно про нее. Что, собственно, случилось? Что случилось? Вот вы взяли эти путевочки в Лондон. Вы сейчас довольны, я такая радостная. А во мне зависть уже кипит. Вот сейчас какой-нибудь надумал предмет вот, потяжелее. Найдем мельчащий повод для драки. Ой, как хочу. А-а-а! А-а-а! Тихо! Сядь, сядь. Сядь. Все-все, перестали все здесь ссориться. Чуй так это, как будто разносите суету. Сейчас все решим здесь. Сколько у вас там путевок в Лондон ваши? Дверь. Дверь, да? Вот берем ваши две путевки в Лондон и меняем их на двадцать три путевки в Коломну. Да не сходится! Помолчи, не переверяй вас. Учеников-то у нас двадцать четыре. Уважаемый, я попросил не перебивать меня, значит, надо молчать. В общем, берем вот эти две путевки, меняем на двадцать три в Коломну. И все сходится у нас, все нормально. Рома уже там потерялся. Вы что тут говорите, а? Педагоги все прекрасны. Каждый чем-то, да хорош. Но руководитель классный. Лучше в мире не найдешь. Старать, как мир, это школьная драма. И с детьми прощается классная мама. Она нас недавно за двойки гоняла. Звонила домой, за прогулы ругала. Ну а теперь говорит, что ее дети самые лучшие на планете. Встречаем классных руководителей выпускных классов 2014 года. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. В каком году рассчитываю, в какой школе угадываю, в 103-м кабинете, на первом этаже? Сошлись и две женщины, две мамки классные, девятых двух по литеру. Сошлись они, заспорили, чей класс дружней, любимее, а значит лучше всех? Мой, мой, лучше, мой. Скажу, коллеги вам, недаром два года была я классной мамой, жизнь детям отдана. Ребята в классе боевые, да говорят еще какие, на них надеется Россия, любимая страна. Да, эти дети в наше время умное, сихое племя, им флагманами быть. Такая уж досталась доля, держать ответ за рейтинг в школе и обладать железной волей, и интересно жить. А если вдруг им станет худо, они горой друг за друга, дружнее не сыскать. Мои орлы нигде не ноют, они всегда готовы к бою, достичь победы головою и школу представлять. Мечтали наперед, куда теперь у нас дорога, маршрутов неизвестных много, новая жизнь у порога нетерпеливо ждет. Да, честно вам скажу, на свете дороже всех, не дети эти. И в жизни ждет успех. Не надо спорить нам напрасно, по-моему, здесь каждая ясна. Девятый акт звучит прекрасно, он лучший класс из всех. Коллеги, спорить зря, что за манера, на всю свои законы есть. Мой класс в девятом Б навется, его достоин мне не счесть. Неплохенький и наберется души двадцать четыре, но чем не класс? Другой и больше будь, не надо удивляться, пускай себе разумником слови. А новеньких в девятом Б, да нас не удиви, ведь только в нем так быстро все роднятся. Возьмите вы от головы до пяток, на всех моих особый отпечаток. Извольте посмотреть на эту молодежь, им скоро аттестаты вручат. Журим мы их, а если разберешь, в шестнадцать лет нас они многому научат. Сидеть в контакте, в инстаграме тоже, по мылу письма слать, не думая о слоге. А если сайт взломать решишь, то первыми они тебе в подмоге. Все в классе дружно так живут, милые, воспитанные, кроткие. Решительно скажу я без прикрас, нигде не сыщется другой подобный класс. Вот уж диво, так уж диво, сказать можно справедливо. Благодарна я судьбе, лучше это мой класс девятый Б. Учителя, учителя, дорогу к счастью, вы своих ребят бесконечно ведете. Ваши пассажиры меняются часто, а вы остаетесь и новых зовете. Звонок последний прозвенит, но расслабляться рано. Выпускникам он говорит, что сдать экзамен вам надо. И вот теперь вам предстоит самим по жизни странствовать. Куда-то надо поступить, решить вопрос финансовый. Чтоб жизни горе не хлебать, судьбу кляня и жалуюсь. Не надо с неба манны ждать, а начинайте с малого. Вы засучите рукава, учитесь и работайте. Ведь жизнь, она всегда права с делами и заботами. Чтоб жизни огорчений вы не знали. Желаем вам успеха и добра. И провожая теперь уж вас на экзамен, мы говорим. Ни пуха, ни пера. Желаем вам успеха и добра. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует. ОТРЕЗ ve ОТРЕ grappling Все изменится и все забудется Но не забудьтесь лишь вы В нашей памяти вы останетесь воплощением доброты Вы любили всех нас искренне, как детей своих родных Так примите же благодарность от воспитанников своих Наташа, Наташа, ты мое сердце и душа Наташа, Наташа, как в небе солнце мне нужна Необыкновенная, ласковая, вечная Как акеан безбежная Милая, милая, милая Нежный мой ангел земной Только однажды был счастлив я В день нашей встречи с тобой Ласковая моя, нежная Руки твои не крышу, слов не нахожу Ласковая моя, любимая Ах, какая женщина, какая женщина Мне такую Самая моя, моя Самая любимая Я судьбой цветы Как единственный на свет Ковалев красоты Как единственный на свет Ах ты ждешь, как впервые ладь. Совсем недолго осталось там вместе побыть. Для тех, кто уйдет после девятого класса. Но ту ласку, тепло, любовь и заботу, что дарили вы нам, мы никогда не забудем. Будем помнить всегда. Вы простите, если мы были неправы или пробились слегка иногда. Вы для нас словно мамы. Дорогие вы наши. Вы самые лучшие классные руководители. Эти года прилетели, словно несколько дней. Мы вас очень любим и никогда не забудем вас. Если что было не так, простите нас. Ваш девятый А и девятый Б класс. Мы вас любим! Ну, наконец-то, не сдадут нам домашней работы. Не просыпаться на первый урок. Только взгрустнулось от этого что-то. Ведь в школе сегодня последний звонок. Школа отныне для многих уже в прошлом. Вы подвели очень важный итог. Школа запомнится только хорошим. В школе сегодня последний звонок. Право дать последний звонок представляется ученику девятого класса АС Моли Сергеев и ученице первого класса Аристарховой Елизавете. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Приблизился конец учебного года. А экзамены все ближе и ближе. Учителя, мы твердим вам друг. Мы вас не подведем. И выложимся вовсю. Ведь не зря мы получили здесь целых 9 лет. За это время мы получили массу знаний. Нам был дорог каждый ваш совет. И в предд мы будем рады услышать их. Ведь они ни разу нас не подвели. Мы встретимся еще и не раз. Даже спустя многие годы. Придем и навестим мы вас. Нам не забыть вас никогда. Были с нами добрые и милые. А если мы с нами были с нами и строк. И говорим сегодня вам? Самые милые и добрые слова. Мы благодарны вам! Домовка ждали. Мы о нем давно мечтали. Наконец-то он для нас настал. Сердце пьется словно птица. Стали мокрыми и ресницы. Ведь сегодня наш прощальный бал. В нашей школе мы как дома. Все доволен, в ней знакомо. Отходы, дверей, до чердака. Завтра мы пойдем мы в новый. Но вернемся в школу снова. По команде школьного слонда. В школу первый раз пришел Сквозь самый первый класс. И учителя Нас учили от нуля. В школе лучших всех на свете. Заберутся осенью без нас. Замыкая круг Мы сведем кольцо из рук. Этот дружеский привет Тепло, любви, зовет. Этот символ встреч Мы должны его сберечь. Как удача амулет На много-много лет На много-много лет Наши классы руководители Наталья Андреевна и Ольга Ивановна. Мы приготовили вам небольшой сюрприз. Надеюсь, вам понравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Друзья, у нас мама классная Субтитры Алексею Дубровскому! Ей посвящает песню мы Скажем сегодня, дружно Друзья не выдавай Многие дети лучшие Средка от одиночества Но и о нашем классе Помни, не забывай Уйдем из школы мы Но не забудутся Свои старания И на грозах И все хорошее Не забывайся А все хорошее И есть мечта Если тебя не чалина Чем-то когда обидели Не отбирайся проще Сверху не закрывай Слово-классный Дружная мама классная Верну свою любимую С нами И задевай Уйдем из школы мы Но не забудутся Свои старания И на грозах И все хорошее Не забывайся А все хорошее И есть мечта Еще не все Еще не все А девятого б-класса Тоже есть небольшой сюрприз Наша любимая классная руководительница Ольга Николаевна Которая нам помогала Всегда в трудную минуту Мы любили мгновенья Мы любили мгновенья Мы любили мгновенья О которых теперь Не можем забыть Их не будет, наверное Но смогла же И нам всем Подарить Всю любовь Мы любили мгновенья О которых теперь Можем забыть И теперь за это Простите вы Все дадим за вас Всегда нас любили Всегда нас любили И часто хвалили Оставили в душах у нас Всю теплоту своих ласковых глаз Мы все дадим за вас Любимая, милая Вам мы спасибо Скажем ворону в раз Остались мы в душах На реке у нас Если б знали Как сложно Эту песню допел От вас уходить Если было бы можно Нам остаться с вами Как раньше быть Мы спросили у сердца И оно отвечает Нам не прожить Пока мы без вас Не посмотрим Это мы Пусть 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 И Пусть И Пусть И Пусть И И Пусть Пусть И Пусть И Пусть И Пусть И Ребята Спасибо вам большое Спасибо всем кто Пусть Я вас люблю Всех Сейчас мы по самой доброй традиции Пойдем запустим наши мечты в небо Чтобы они сбылись Воздушные шарики Приглашаю всех Школьный двор и смех подружек Самый чистый, самый звонкий И бегут по теплым лужам Босоногие девчонки И уже других качают Наши школьные качели Школа 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 Я скучаю Как мы быстро повзрослели Один Два Три Четыре Ура! 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 Я не верю, что прошло всё без возврата А записки с галуками всё летят ко мне из детства Беспокоит мою память, никуда от них не деться Я своих подружек школьных иногда ещё встречаю Оказалось, это больно, школа, школа, я скучаю